Добрый день, мои зрители. Я сегодня в красно-белых цветах, только это не Ливерпуль, но на самом деле, конечно же, данный вечер, вот я не раздевшись, зашел только домой, просмотрев футбол, но он, кстати, еще продолжается, концовка самая матча, вот день такой ливерпульский получился. Начну с чего? Сайт 1xBets, приложение, на котором я сегодня, друзья, поставил коэффициент P1 и победа в матче, то есть победа в первом тайме Ливерпуля и победа в общем в матче. Друзья, зашла моя ставочка, слава богу, она зашла, но ситуация в чем? В том, что Ливерпуль выдал сумасшедший матч, сверхголевой и, наверное, я, кстати, не проверял еще, напишите об этом в комментариях, возможно, это даже рекордный какой-то полуфинал, потому что 7 мячей в одной игре в полуфинале Лиги Чемпионов, я, ну, с трудом припоминаю такое. Но дело в том, что все 7 мячей Ливерпуль не отгрузил в одни ворота, а при счете 5-0, как многим показалось, у Ливерпуля что-то выключилось. И вот поначалу до 70-х минуты все восхищались просто Ливерпулем, Салахом. Я не знаю вообще, что должно в этом сезоне случиться, чтобы Салах не получил золотой мяч. Ну, только если они проиграют в финале Реалу. Это единственное. То есть Криштиану Роналду доказывает просто всем, что он сильнее. Вот тогда да, наверное. Но при этом, если Египет чемпионат мира не выиграет, ну, вы понимаете, что победа в чемпионате мира для Египта это практически нереальная задача. Ну, вот. Так вот. Значит, на 1xbet я выиграл приличную сумму денег. Не буду, друзья, вам говорить. Знаете, что тут самые высокие коэффициенты. И вообще ставки очень прикольно делать именно на 1xbet, ну, что очень удобное приложение. Так вот, выиграв сегодня, я вроде как удовлетворился этой победой. И вообще, вы знаете, что я за Ливерпуль переживаю в этой Лиге чемпионов. Манчестер вылетел, ну, куда же деваться. Буду за английскую другую команду болеть. Но при этом я понимаю, что и даже Ливерпуль сам понимает, и вот это выражение Клопа, оно было, правда, в начале игры, но вот его концовки теперь можно подставить, когда он с открытым ртом некоторое время вот так вот стоял. Ну, это сразу понятно, что это вот к концу игры. Типа, мы выиграли, а стоит ли радоваться? Потому что, ну, Рома в прошлом туре, как говорится, забил это ровно 3 мяча. Сейчас Рому эти ровно 3 мяча устраивают, чтобы пройти дальше. Не знаю, не знаю, в конце вообще могли еще и третий забить римляне. И тогда бы, тогда бы вообще все, как будто бы заново, понимаете? Потому что по прошлому туру Лиги чемпионов мы понимаем, что все возможно. Но, с другой стороны, друзья, два раза в одну воронку, как говорится, не падает. И у меня такое же мнение. Я думаю, что Ливерпуль, скорее всего, уже в финале, но мы ждем жаркого матча через неделю. Буду надеяться, что все-таки будет интересно. Интересно. Но все равно буду хотеть, чтобы Ливерпуль прошел дальше. Потому что финал Ливерпуль и не важно, кто там, у Реала или у Баварии, кто победит, это уже для меня лично не важно. Пишите вы в комментариях, как думаете, какой финал будет. Так вот, для меня это не важно. Я буду болеть за Ливерпуль. Ливерпуль 70 минут идеальных. Просто идеальных. Салах вот такой вот игрок. И, конечно, своей бывшей Роме дубль забить и вообще просто вот так вот сыграть. Без комментариев. Все. На этом заканчиваем. Смотрим, что будет дальше. Завтра еще один матч. Но я боюсь, что он будет скучнее, чем сегодняшняя игра. Почему-то мне так кажется. До скорых встреч, друзья. На канал подписывайтесь. Колокольчик, там все дела. Лайки. Всем пока.